Февраль 2019 года. Я снова на промзоне обследую территорию. Я хочу сегодня попасть в технический архив. Это здание примечательно тем, что оно имеет 4 отдельных входа и каждый из входов я буду входить по отдельности. У меня есть ключи, я буду обследовать. Всем привет, меня зовут Дэн и я иду обследовать технический архив. Вот так выглядит это здание. Оно находится сразу за зданием завода управления. И вот один из входов, вот второй вход, там третий и четвертый. Сейчас будем смотреть ключи, какие подходят и заходить, смотреть. Пока отключусь. Прежде чем продолжить, я хочу пояснить, где я нахожусь и что это за объект. Это бывшая территория завода НТЗ Интерпайп в городе Днепр, который в советское время назывался Нижнеднепровский трубный завод имени Карла Липникта. Объект, который я вам покажу, находится недалеко от так называемой старой заводской колонии. Это историческая застройка улицы Столетова, а это значит, что эта часть промтерритории тоже является исторической частью завода, которая в начале 20 века принадлежала семье промышленника Гантке. Здание, которое я обследую, имеет четыре портала. Это входы в четыре не связанных между собой помещения, у каждого из которых свое функциональное назначение. Получается такое себе четыре в одном объект. У меня действительно есть ключи от всех этих дверей, но в данном видео я смогу попасть только в две из них. Сначала в портал номер четыре, а потом в портал номер два. Давайте смотреть, что там внутри. Итак, нашелся ключик от четвертой двери. Вот. И я сейчас попытаюсь открыть. Все открылось, все хорошо. Это, чтобы вы понимали, отдел капитального строительства, здание или технический архив. Сейчас надо закрыться и спокойненько уже ходить здесь. Все, я закрылся. Ключик оставлю здесь на двери. И все остальное тоже. Итак, первый этаж. Очень много всякой документации на ступеньках лежит. Вот такие вот светлые кабинетики. Знаете, какой инструмент здесь лежит? Здесь, скорее всего, под лестницей какая-то кладовка, неинтересно. Здесь достаточно высокие потолки. И очень много технической всякой документации, книжек, справочники. Еще шкафы с документацией. Какая-то кладовка. Еще один кабинет. С технической документацией. Дохлые цветы. И посмотрите на вот это. Это Известково-обжигательный комплекс. Чертеж. И это тоже. Известково-обжигательный комплекс. Вот такая вот проектная документация лежит. Касочка. Оранжевая. Вот. Тут тихо, спокойно. Не считая того, что здесь сплошные демонтажи. Только в терновый куст не бросает. Тут какая-то колючка засохшая. Здесь понадобится фонарик. И что-то. Какая-то тоже документация. Так. Что же это? Что же это? Что же это? Какие-то справочники. Какие-то бутыля. Винный бутыль какой-то вот лежит. Каберне. Неизвестно. Какого года? Да, понятное дело, что не очень. Это 6-го года. 2006-го года. Ничего тут винтажного нет. Это просто... Наверное, это была комната приема пищи. С Новым годом. А вот каким Новым годом? Это воскресывается лица тех людей, которые здесь работали и новогодничали. Календарь матча в Уфа. 2012-й год. Большинство из этих объектов закрыты в 2012-м году. Выйдушители валяются. Так. Иду дальше. Так. Рамка от картины. Обе картины. Значит, здесь была картина. Но это не важно. Желтая краска. Сейчас пойду на второй этаж. Лестница вообще не по нормам, не по стандартам сделана. То есть, здесь совсем чуть-чуть можно в потолок встрять. С моим-то ростом. Еще чуть-чуть. И я бы тут чиркал головой. Но вот здесь вот. Вот. Смотрите. Я не прохожу. Мне приходится пригибаться. То есть, высота. Нормативы вообще не какашечные. Никакие. Кстати, вон там виднеется мемориал с защитником завода, которые его во время войны защищали. эти территории. Вот. Ну, вот второй этаж. Кабинетики. Какие-то сейфы, шкафы. Здесь был умывальничек. просто кабинеты, просто проектная документация какие-то. Валяются вон эти тысячки, тысячки. С Новым Годом. С Новым Годом. Последние версии того, кто здесь был, были перед Новым Годом. люди встретили Новый Год и потом все. Их попросили покинуть помещение. Кстати, можно с этого окна посмотреть на территорию метизного завода. Там какая-то жизнь теплится, ходит человек. Заброшенные корпуса частично. и я надеюсь, туда тоже когда-то попадем, потому что метизный завод хочет сотрудничать и стать тоже частью технопарка. Но посмотрим, время покажет. Вот там в том пролете технический архив. Непосредственно. Каски, тумбы, мебель, ну, уныние, запустение, много мусора, много макулатуры. Какие-то ключи, кладовки, боксы, какие-то ключи от кладовок и боксов. И последнее здесь помещение в этом четвертом портале. Вот такое вот стоит сейфик с какими-то документиками. Предусмотрительно, в нем сохранены ключики. Кто-то позаботился о том, чтобы не ломали. Ничего, классная штука. Вот. а я буду выходить. И вот я сейчас держу камеру на уровне моих глаз и сами понимаете, с чем мне приходится столкнуться. То есть, ну вот, глаза еще-то как бы прошли, но лбу мне уже приходится пригибаться. вот такая вот забавная лесенка. Так, из четвертого портала я буду выходить. Так, нашелся ключик от второй двери, которая именуется вот так вот, рота-принтер. естественно, в немногих зданиях технических архивов существовали копировальные центры. Надо зайти, закрыть за собой дверь в ходе полиции. Так, все, я закрыл за собой дверь, оставлю здесь ключики на ходе. И вот я зашел и хожу во второй, во втором портале, это называется рота-принтерная. Здесь наверняка складировалась бумага. Есть, вот видите, порошковая краска на полу лежит. Наверняка там где-то когда-то находились копировальные аппараты. Комната резки бумаги, дверь стоит отдельно. Скорее всего, вот здесь находились эти аппараты. Вот. потому что есть подключение щиток. Здесь явно находилось что-то, что-то стояло. Потому что видны следы от аппарата. Это вибрация аппарата по полу. умывание такой специфический, технический для смывки, чего бы там ни было. А я иду дальше. Там винтажное радио АРАС почему-то называется. Не корить. вот такой вот зал. Тоже здесь что-то не было. Ничего особенного сейчас тут нету. Полы местами деревянные, местами цементная стяжка. Как здесь еще какой-то кабинетик. пустота. Интересно до какого года эта часть эксплуатировалась. Тоже кабинетик. Кто-то кушал здесь. И вот здесь я получу ответ тоже 2012 год эксплуатировалось это здание. Там я был здесь я еще не был. Какой-то вот такой специфический шкафчик. Не знаю что здесь были наверное здесь лежали шрифты какие-то потому что здесь вот рядом валяется циферка 8. Это здесь уже делали обследование шурфили проверяли полы. Здесь тоже пусто. копировальная множительная техника надпись на двери. Здесь был копировальный центр не иначе как. Потому что есть вот и коробки от бумаги там и шкафах всякое могло оставаться. Здесь второго этажа нету в этом здании в этой части здания. здесь какая-то плотовочка узкое специфическое помещение в котором стоит стул с бушлатом полка склад был наверное чего-то здесь календари 2006 года и здесь был технический вход в машзал этот смотрите здесь какие-то моторы валяются станок не работает в лече еще какого-то станка было я так понимаю вот смотрите кусок агрегата какой-то порошок бочонки курить запрещено и двери вот такие вот это и все что мы смогли увидеть во втором портале здания то есть во второй двери пустота здесь аккуратненько все вынесено ничего не осталось и собственно говоря ничего интересного поэтому мы выходим выходим наружу эти два помещения оказались пустыми и малоинтересными поэтому первая часть видео получилась более короткой зато я узнал нечто интересное про это здание оно было пристройкой к старому заводскому цеху который сгорел во время второго мировой войны давайте посмотрим на него на сервисе old maps dpu вот это здание на съемке 1941 года а вот и цех о котором я упоминал справа для сравнения современная спутниковая съемка интересно в этом факте то что этот цех был последним из оригинальных производственных строений завода гантки он разрушен но часть его стен можно увидеть и сегодня так как они являются несущей стеной заднего фасада этого здания вот эти арочные конструкции в стене это и есть стены оригинального цеха завода гантки через 3 месяца после этих съемок мне удалось попасть в первое и третье помещения и они оказались намного более атмосферными и хранили в себе интересные находки все это я покажу уже во второй части моего обследования подписывайтесь на мой канал это и мне будет приятно и вы не пропустите интересных видео если у вас есть вопросы или критика добро пожаловать в комментарии под видео ну или просто ставьте лайки и дизлайки потому что ваши реакции помогают мне понять какой контент вам более интересен спасибо увидимся в следующем видео